Мы решили проэкспериментировать углублённое изучение родного языка, а через него государственного языка. И это дало свой эффект и результаты. Поэтому мы думаем со следующего года перевести учебные планы дошкольных образовательных учреждений именно по новой методике, увеличить количество часов на родной язык и на государственный язык. Причём не забывая русский язык. Это результативность великая, потому что первая группа детей, которые завершили экспериментальную группу в детском саду и пошли в школу, учителя гагаузского языка и румынского говорят, что они имеют богатый набор слов, который позволяет им прекрасно обучаться. И хочу сказать, что у нас сейчас есть эксперимент углублённое изучение лингвистического румынского языка, когда увеличивается количество предметов, преподаваемых на румынском языке. В двух лицеях. В лицее Губогла и в лицее Гедоржи. Но нам бы хотелось этот эксперимент добавить. Несколько предметов перевести на гагаузский язык. Это тоже позволит, чтобы наши дети лучше усваивали предметы. Увеличить языковую среду. И румынский язык увеличится, и гагаузский увеличится. Причём, что русский язык — это основной язык, на котором мы все общаемся. Нам повезло, что мы, наверное, близко стали сотрудничать с супругами Кёксал, которые нам помогли выйти на структуру в Турцию, юрдыши. И они согласились бесплатно нам отпечатать книги, дидактический материал, который мы в течение двух лет нарабатывали с учителями гагаузского языка. Мы провели презентацию этих книг, издан большой набор книг и для детских садов, и для школ. У нас есть в проекте очень много книг ещё. Кроме того, что нам нужно часть книг переиздать. Они были изданы не на латинской графике, поэтому мы ими не можем пользоваться. Если нам ждать, чтобы нам изменили учебники гагаузского языка, то это будет, наверное, долго, потому что там есть определённое время. Но мы думаем, что сейчас есть творческая группа учителей. Мы хотим предложить альтернативный учебник гагаузского языка и литературы по всем классам, сами. Разработать здесь, используя научный центр, используя возможности учителей-практиков, ну и имея друзей, которые нам помогут это сделать. Продолжение следует...